Друзья, привет! Мы на стримфесте, прячемся тут за сценой, украли ведущего. Ведущий у нас сегодня Банни Вур, он на киберспортивной сцене работает. Чё ты там ведёшь сегодня? Всё, всё, что происходит, я должен как-то комментировать. Лига легенд, FIFA, Господи, Hearthstone, Overwatch, Injustice. В общем, украли ведущего, я вспомнил на свадьбах, которые я веду. Воруют невесту, воруют туфельку, букет, а вот сейчас украли меня самого. Необычное ощущение. Нравится тебе быть украденным, да? Интересно, что делают все эти люди, когда их крадут со свадьбы? Наверное, пьют, а мы с тобой тут интервью делаем. Я пью торнадо, мне нормально. Хорошо, рекламка небольшая. А ты во всё это играешь вообще, как ты готовил? Сама часть учил или ты крабишься и проведи? Импровизация мой главный конёк. Так, дайте мне игру, а уж как её комментировать, я разберусь. Симпровизируй какие-нибудь, я не знаю, шашечки. Легко. Шашки могут быть очень увлекательными, особенно если вместо шашек поставить рюмки с текилой. И выпивать каждую, которую забирают. Так что всё можно подавать интересно, неважно. Главное, что здесь очень клёвая атмосфера. Ко мне подошла уже тьма народу, фотографируются. Я понял, что весь мой чат на стримах, вот весь здесь каким-то образом прорвался. Короче, клёво здесь, мне нравится. Ну а тебе народ-то узнаёт тебя, а то как бы на камере ты немножко поуже выглядишь. А тут как бы чуть-чуть это швыка формат. Проблема не в камере, проблема в образе жизни последнего года. Да, надо худеть, надо худеть. Не говори. Вон аспирант у нас худой, стоит за камерой, красавчик. Вот знаем, у него секрет, что надо делать. Или у Майкера ещё. Да, вот у Майкера отлично, да. Я знаю, какой секрет, стримишь по двеночкам. Нужно быть главным редактором Гудгейма, мне кажется. Тогда ты будешь худым и стройным. Вообще-то я главный редактор, а он генеральный директор. А, извини, извини, я отнял твои лавры. Хорошо, в общем, главное быть главным феодалом и гонять свою свиту. Вот, что ещё? А, расскажи мне вообще, у тебя здесь много зрителей, где билеты купить? Ко мне подошёл парень, говорит, а ты что популярный стример? Я говорю, да, естественно, я невероятно хорош и востребован. После этого он бы на меня подписался. Вот так нужно добывать себе зрителей. Ребята, это лучший способ. Просто ходите всем. Если вы стример, ходите и говорите, хочешь подписаться на меня? Я очень популярен. Ты с Твича на Гудгейм буквально перетянул человека. Молодец! Молодец, тебе премия будет. Молодец. Продолжай в том же духе. А кто у тебя тут из друзей? Ну, я приехал со своими сокастерами. Вообще, ну, Михаил Мирчук, не знаю, слышали вы о таком или нет. БСП Серёжа, очень по-французски сегодня выглядящий парень, утончённый. Мистер Элегантность с бородкой и шарфом. Был Чарапух, Руслан. Тейка здесь. Ну, много. Тут вот масса народа и те, кого я никогда не видел заочно, только общались. Вот сегодня все пересеклись. Все подходят, обнимаются. Нет. Нет, обнимаются, обнимаются нормально. Говорят, ты классный, ты кто? В общем, атмосфера позитивная. Слушай, тут приглашённый стример. А я Джуса видел, я Джуса видел. Я как я видел? Я в него врезался. То есть его невозможно было обойти, он занял проход. Фок! Да, и я просто иду и почувствовал, я во что-то так вот мягкое такое, упругое. Я во что-то врезался, я отпружинил обратно. Это оказался Джус. В общем, мы с ним равнялись, расцеловались. Было позитивно. Ну, слушай, тут, короче, столько молодых стримеров. Девочек много стримеров. У них у всех аудитория больше, чем у тебя, чем у Майкера. Не обидно? Ненавижу их. А, в смысле, молодцы. Ну, на самом деле, я, честно, никогда не ставил стриминг во главу своих жизненных приоритетов. Поэтому я всегда стримлю то, что мне нравится. И не всегда это хайповые игры, не всегда это что-то мейнстримовое. Поэтому я не удивляюсь своим зрителям. Но у меня есть зрители, которые смотрят абсолютно все, что связано со мной. И даже приезжают сюда в Москву. Для меня это гораздо важнее, чем огромная армия. Когда-нибудь, если я захочу свичнуться в стриминг как основную деятельность, я, наверное, начну подстраиваться под фидбэк. Там, лизать штиблеты своей аудитории. Там спрашивать, что вам еще показать, грудь или какую-то другую часть тела. Ну, пока нормально, пока так. Пока я получаю кайф от этого. Вчера познакомилась с одним из стримеров на Твиче. Мы с ним тут немножко занимались оформлением перед мероприятием. И он тебя увидел, ты подошел, поздоровался, все. А он такой, о, я вспомнил. Я у этого чувака шахматы смотрела. Чему-то научился, прикинь. Это с ума сойти. Я, честно говоря, не думал, что шахматы вообще какую-то такую популярность приобретут. Но на Гудгейме, как выяснилось, эта ниша абсолютно пустая. Я шахматами занимался. Но я играю на невысоком уровне. То есть, ну, как бы я первый разряд там под КМС. Но это не тот уровень, на который можно смотреть и чему-то учиться. Но все относительно. Даже Мишин, папа тебя смотрит. Я, наверное, смеется. Потому что мы с ним как-то играли на лане, так скажем. Но я проиграл ему, но с минимальным счетом. Вот теперь, когда я об этом узнал, мне стыдно. Я буду, обещаю. Я обещаю как-то улучшить свой скилл и показывать качественную игру. Тренируйся. А то же скоро, как бы, лето. Нужно приехать в Белгород и опять, как бы, танцать. Ну, кстати, на Гудгейме, на Гудгейме сейчас стримит. Очень крутой шахматный комментатор. Всероссийский, известный Сергей Шипов. Сергей Шипов – это очень квалифицированный, очень интересный. Не только специалист в игре, да, но и журналист. Он классно подает шахматы. Поэтому всем советую его смотреть. А я так буду время от времени вас развлекать. Ну, а что там с Варкрафтом-то у тебя в душе? Ну, он умер. В душе у тебя умер. В душе жив. В душе жив. Варкрафт играть вот так. Ну, идет время, меняются игры, меняются и привязанности. Я с Варкрафта начинал, потом переходил в Лигу Легенд. Сейчас я играю в Рокет-лигу, как основную киберспортивную дисциплину. Ну, Варкрафту осталось место только вот здесь. Вот здесь. Может быть, еще вернется как-нибудь? Ну, тем более сейчас с Варкрафтом нет проблем. Это когда-то стримили Варкрафт полтора человека. Я и Майкер, да? Сейчас, пожалуйста, ешь не хочу. Сейчас Хэппи, Фогги, Хавк. Это прям вот топ-хай-квалити стримеры. Поэтому Варкрафт жив до сих пор на Гудгейме, с ним все в порядке. Но это были не твои заключительные слова. Сейчас будут они. Я всех поздравляю со стримфестом. Это отличное событие и состязание. Мы вас любим и ждем всех здесь. Если вы в этом году не приехали, приезжайте в следующем. В общем, это уникальная возможность на лане законтачить с любимыми зрителями и познакомиться со стримерами. Беги! Ведущий вопрос вернуть!